Снова приветствую всех на канале Тегатив. Продолжаем строительную тему. Теперь следующий этап. Декоративная штукатурка потолка. Сделали образцы, определились с вариантом и приступаем к работе. Мы будем использовать финишную гипсовую штукатурку. Готовим смесь и наносим на заранее прогрунтованный потолок. Я в основном использовал два, но иногда три шпателя. Формируем ровную основу, наносим и растираем массу по участку потолка. Теперь приступаем к формировке декорации. Существует множество вариантов, вот один из. Аналогично подобный рисунок можно создать при помощи варсистого валика. О таком способе, кстати, будет в одном из следующих видео. Очень удобно и быстро, если у вас есть помощник. При самостоятельном выполнении данной работы, с моей точки зрения, удобнее всего работать участками по 2 метра. Равномерность рисунка будет зависеть от равномерности влажности обрабатываемой поверхности. Используя замешанные порции от 5 до 10 литров, с этим проблем не возникнет. Чем более жидкая смесь, тем более мелкие вершинки у нас получаются. К следующему этапу приступаем после полного высыхания поверхности. Обычно это минимум 1 сутки. Начинаем сдирать вершинки. Используем обыкновенный шпатель. На данном этапе обязательно защита глаз и дыхательных путей. Также на всех этапах работы с гипсом, лично мне, комфортно работать в резиновых перчатках. Сдираем столько, сколько считаем нужным. И сразу корректируем возможные дефекты. При помощи веника или щетки сметаем оставшуюся пыль. На следующем этапе минимум в 2 слоя обильно грунтуем потолок. Используем грунтовку глубокого проникновения. Используя бытовой опрыскователь, я построил струю таким образом, что можно было работать даже без стремян. Идем дальше. Мы выбрали моющуюся краску на латексной основе. Качественные водоэмульсионки очень хорошо наносятся борсистым валиком. При этом разбрызгивание очень-очень маленькое. Работа с качественным материалом делает этот этап самым простым и аккуратным. В труднодоступных местах краску наносим кисточкой. Но желательно потом поверд один раз прокатить валик. На этом образце можете посмотреть, что лучше для вас. Глянцевая или матовая краска. В такой декоративной штукатурке часто используют глиссер. Мелкие блестки с разным оттенником. Чаще всего днем их не видно. Но они очень красиво играют при искусственном освещении. Это не моя инициатива, но в данном случае мы красим матовой краской. Проточной водой моем инструменты и ждем. Очень важно, что такой потолок легко моется и чистится. Поэтому проблем с пылью у вас не будет. И кстати, однородность фактуры не всегда обязательна. Наоборот, чем она разнообразнее, тем она интереснее. В данном случае меня не поймут, наверное, только любители обоев под покраску. На этом у меня все. Некоторые подробности будут в комментариях и описании под видео. А в одной из следующих серий я покажу, как на этом объекте была сделана штукатурка стен и штукатурка арки у окна. Спасибо за внимание. Всем счастливо.